Друзья, всем привет! С вами Fashion Vector Design и я Щековская Екатерина. Сегодня мы с вами поговорим про работу в сети MidJorley. Я думаю, что многие про нее знают. Это очень интересная нейросеть. И предлагаю вам сгенерить осенний модный лук, возможно, связанный с Хэллоуином. Вот у меня сейчас показываются, мы с сыном генерили танки в виде тыквы, ему очень эта идея понравилась. И вот она вот так вот выглядит. Ну и давайте мы ее возьмем за основу и поработаем как фэшн-дизайнер. И посмотрим, чем нам может помочь MidJorley в создании и генерации одежды. Вообще, как дизайнер, мы ее профессионально использовать, а не просто баловаться. Я буду работать вместе с переводчиком Google, он мне всегда помогает создавать запросы. И первое, что я хочу сделать, это создать стилевой борт. Борт для коллекции одежды в осеннем стиле. С пальто, вязанными джемперами и элементами в виде тыквы. Такая вот немножечко привязка к Хэллоуину, но слово Хэллоуин я писать не буду, для того, чтобы она у меня к этому не привязывалась. Перехожу в дискорд, в котором у меня работает MidJorley, у меня оплаченный тариф. И нажимаю промпт и копирую, соответственно, на английском языке мой промпт, для того, чтобы у меня сгенерировалось первичное изображение. Я знаю, что есть специальные креаторы промптов, запросов, для того, чтобы это сделать. Но по факту, если вы обладаете нормальной логикой, если вы можете выстроить понимание того, что вы хотите видеть, то грамотно выстроенная фраза будет вам давать на самом деле очень неплохие результаты. И вот смотрите, что у нас получается. То есть мне нужна какая-то такая тыквенная тема, осенняя, оранжевая, с вязанными джемперами. Вот возможно я сейчас уберу слово Coats, это пальто, потому что они будут мешать. Хотя в общем и целом, посмотрите, какая прелесть у меня получилась. И я думаю, что на осеннюю гамму все прекрасно. Создалась разная стилистика, в которой я могу в дальнейшем работать. В общем и целом, вот эта картинка мне понравилась. Я ее сейчас увеличу, для того, чтобы посмотреть, какой у меня будет результат. Вот смотрите. Кстати, очень интересный момент, который я заметила, что с нейросетью лучше работать с утра, потому что меньше запросов, таким образом вы будете быстрее генерировать. Вот такая красота у меня получилась. Я считаю, что мой борт удался. Сейчас я сохраню на рабочий стол. Просто вот рабочий стол, сохранить. В принципе, я могу взять тот же самый запрос, который у меня уже был, и сгенерировать его еще парочку раз. Могу просто внести руками, потому что я поняла, что запрос себя оправдывает. И генерится то, что мне надо. Могу не вносить руками. Это уже в зависимости от того, как бы нравится вам или нет. Если вы понимаете, что запрос категорически не делает то, что вы хотите, естественно, его надо переписывать. Но, признаться честно, к миджорной я приспособилась уже достаточно неплохо. И в общем и целом я уже получаю те результаты, которые меня часто устраивают. Так, давайте мы еще посмотрим. Я бы еще парочку картинок сделала. Потом мы вместе сделаем большой коллаж того, что мы сгенерировали, и как это будет смотреться. Иногда бывает, что первая генерация самая удачная, потом они менее удачные. Но это уже надо смотреть. Так, смотрите, вот красивый тоже осенний стиль. Вот это достаточно интересный такой борт. Вот это такая раскладочка получилась. То есть в целом я как бы вполне довольна запросом и генерацией, которые у меня получаются. Я не буду генерировать дополнительные варианты. Я сейчас не вижу в них смысл. И вот тоже смотрите, какая милая девушка. И тематическая гамма прекрасная. Вот мы ее тоже сделаем. То есть я вот выбрала несколько запросиков. По сути, у меня получилось создать мутборд для дальнейшей работы. Так, давайте мы это все сделаем. Мы сейчас это все сохраним. Я сделала более крупное изображение. Я генерю по умолчанию квадраты. Но имейте в виду, что в Меджорне вы можете поменять формат картинки, которая генерится на соотношении сторон, которые вам нужны. Там 2 на 3, 9 на 16. 9 на 16 классический формат для мобильных устройств. Вот я сгенерировала сейчас, получается, борды. Поскольку я большой любитель Adobe Illustrator, я сейчас открою Adobe Illustrator. Мне в нем максимально удобно работать. И прогружу сюда те борды, которые я создала. Вот они у меня сохраненные. Открою. И закину непосредственно в тот документ, который мне нужен. Вот безымянные 2. Но у меня называется. Я пока его никак не называла, не сохраняла. Просто перекину. И размещу, чтобы я видела борды. То есть полноценная работа над коллекцией. Вот. Это я закрываю и сюда вставляю. Немножко здесь глаз поплыл. Это тоже бывает, но по моей практике именно Mid Journey позволяет делать максимально четкие, максимально красивых девочек с нормальными руками, не шестипалых. Так, смотрите, цветовая гамма тоже хорошо выдержана. Осенняя такая. Не совсем Хэллоуин, но очень надо. Очень похоже, очень то, чтобы вот. Вот. Это у меня наполнение по мутбордам. Соответственно, вот мы его сделали. Давайте посмотрим. То есть все ли мне подходят, не все ли мне подходят. Я могу какие-то удалить. Например, я понимаю, что вот этот и вот этот задваиваются. Вот я оставила тогда для мутбордов два. Вот какая-то вязаная история. Смотрите, вязаная юбка, вязаный джемпер. Поскольку у меня сейчас не было ничего сформировано, я сейчас хочу попросить Меджорни сделать мне осеннюю цветовую гамму, палитру. Открываю переводчик. Создать стилевой борт. Создать стилевой борт. С выкрасками цвета в осенний цветовой гамме. Попробуем такой запрос. Насколько он хорошо сработает. Либо потом я попрошу его Colorboard создать. Я сейчас сразу два запроса дам. Мы посмотрим, какой лучше отработает. Сначала вот этот и тут же Colorboard. Я вот сейчас вот здесь напишу прям Colorboard. Как она меня поймет, не знаю. Вот это более сложный вопрос. Ну, то есть я хочу получить такую вот цветовую гамму с выкрасками цветов. Возможно, он меня сейчас некорректно поймет. Хотя вот смотрите, формируют цвета. И, возможно, ей все хорошо будет. Сейчас посмотрим. То есть я создала тематические борды, модборды. И сейчас буду непосредственно создавать уже цветовые выкладки. Вот она, вот, вот смотрите. Вот это, мне кажется, будет то, что надо. Она генерит. Ей нужно на это время. Вот смотрите, осенняя цветовая гамма. Очень похоже здесь просто желтая плашка. Но, в принципе, я могу использовать и ее доработать. Вот здесь с красивыми плашечками. И что у нас здесь получилось? Вот смотрите, пейзаж. Немножко мне цвета не нравятся. Но, в общем и целом, их можно доработать. Например, давайте попробуем сделать вариации по этому поводу. И вариации вот по этому поводу. Посмотрим, что нам Neri-сеть предложит. Она не всегда предлагает сразу готовое решение. Не всегда предлагает то, что вот прям готово. Что я сейчас сделала? Смотрите, если я до этого нажимала U, это имелось в виду, что одно изображение нужно увеличить. Сейчас я нажимаю V. V это вариативность. То есть я прошу на это изображение создать мне разные вариации. И мы посмотрим, что она сейчас создаст. Видите, девушка в разных местах начала появляться, но все равно у нее рядом цветовая палитра и так далее. То есть я потом могу это просто доработать в том же иллюстраторе. Это у меня отгенерилось, а здесь у меня еще происходит процесс генерации. Давайте посмотрим. Вот у меня такая красная барышня вся в бархате. А здесь вот эта мне больше нравится вариация. Но, кстати, по-моему, даже первая была более интересна. Нет, не совсем. Соответственно, вот какую-то из... Наверное, вот эту я возьму. Вот эту я возьму. Сейчас я как раз генерирую ее более крупно. Скопирую, открою ее в иллюстраторе. И посмотрю, как это будет сохранить изображение. Я оставлю его на рабочем столе. Ну и можно копировать изображение. Сейчас мы его в иллюстратор и подкинем. Сразу в наш уже рабочий документ. Вот. То есть, смотрите, у меня вот здесь в этих бордах больше там серого такого цвета. Ну и, соответственно, мы сюда скорее можем добавить, убавить вот эти цвета, просто добавить дополнительный цвет. Например, вот такой вот серо-коричневый. Или вот здесь вот он есть. Вот серо-коричневый хороший был. Немножечко гамму поправить. Уже никто не говорит, что она должна быть только такой и никакой другой. Вот. Мы ее можем с вами подкорректировать в темно-коричневый, например. Или даже вот какие-то вот такого плана цвета поставить. Вот. Немножко сжженая гамма получилась. Но тоже имеет место быть. Хочется такой вот прям синеватый какой-то. Во! Синеватый оттенок. То есть мы с вами сформировали два меборда. Мы сформировали с вами цветовую. Поехали рисовать эскизы. Что нам нужно? Открываем опять с вами переводчик. Рисунок. Эскиз. Вот здесь я сразу буду писать несколько слов. Рисунок. Эскиз. Вязаного платья в осенней цветовой гамме. И посмотрим, как у нас сейчас в Джорни среагирует на этот запрос. То есть я поняла, что мне нужно вязаное платье. И я буду делать это вязаное платье. Так. Плюс ко всему я хочу создать вязаного джемпера с косами и узорами. То есть я говорю, что я хочу получить. Получаю запрос. Отправляю его тоже в Меджорни. То есть, как видите, я не сижу, не жду, пока этот запрос открутится. Я продолжаю генерить. И еще я бы хотела добавить туда, ко всему этому прочему, рисунок эскиз женского драпового пальто. Драповое пальто. В осенней цветовой гамме. Вот. Тоже копирую и перехожу в Меджорни. Смотрю, что есть. Возможно, не очень удачный запрос. Возможно, удачный запрос. Это все будет видно. Так. Смотрим. Платье мне не нравится. Я сейчас буду корректировать промт. Вот этот промт буду корректировать. В осенних цветах. Дрой. Так. Что я сейчас буду сюда вставлять? Fashion sketch. Fashion sketch. Knitted dress and autumn colors. Вот. Я добавила слово fashion. Fashion иногда меняет кардинально все. Зато смотрите, какие приятные, интересные эскизы у меня получились на джемпера. Вот эта девушка вообще очень милая. Мне она нравится. И, например, я могу сделать вариации этого джемпера, либо опять взять тот же самый запрос и попросить на RSA сгенерировать еще несколько таких штучек для того, чтобы у меня были разные вариации. Девчонку беру. Давайте я сразу копирую изображение и вставлю в мой борт в Adobe Illustrator. То есть у меня уже пошел эскиз. Смотрите, появилась смена. Соответственно, соответственно, стилистики я обрежу так, чтобы была смена. То есть здесь я делала борды, хотя можно все сделать в одной стилистике, то есть можно все сделать фотореалистично. Но мне хочется, чтобы эскизы были именно эскизами и смотрелись в таком духе. Вот смотрите, у меня появилась вариация на этот джемпер. И, в принципе, я могу посмотреть, что здесь разные плетения, там девочки. И вполне возможно, какая-то из них мне подойдет. И сейчас мне программа предложит еще разных джемперов. К сожалению, не полностью его показывают. Но для передачи, вязки и всего остального, ну, красиво. Классно делает, мне нравится. Вот этот я сейчас заберу. Так, и все. Еще она что-то делает мне, какой-то запрос. Так, пока прорабатываю с джемпером, не беру другие запросы. Давайте подберем, например, три джемпера. Ну, на проработку, правильно? Там же одного эскиза мало. То есть, ну, вот смотрите, как идейные истории. Я не говорю, что надо прям их копировать все. Но как идейные истории достаточно интересно. Сейчас мы тоже обрежем. Вот так. И еще один сейчас эскизик сделаем. Вот этот вот запрос я сдублирую. И еще раз дам нейросети сделать мне генерацию. Там можно суффиксами это ставить. Ну, можно вот так просто копированием. В зависимости от того, там на суффиксах можно на тарифе ставить сразу его четыре раза запрос промпта. Смотрим. Пока она генерирует, я бы хотела посмотреть, что у меня получается с платьем. Смотрите, с платьем промпт не получается. Вот это как-то еще более-менее, но не нравится. Тогда что я делаю? Вот тот запрос, который у меня сгенерирован на вязаный джемпер. Я его беру, вставляю сюда. И мы внимательно на него смотрим. Вязаного. То есть мы джемпер меняем на дресс. То есть оставляем тот же самый запрос. Просто теперь слово джемпер меняю на платье. И смотрю, как у меня программа на него среагирует. Смотрим еще джемпера. Ну вот смотрите, она дала вот такую вариацию джемпера, вот такую вариацию джемпера. В общем-то вот такой вполне модный джемперочек. Или вот еще вариация. Я просила именно с косами. Даже какой-то головной убор она мне придумала. Вполне себе интересно. Давайте вот эту девочку я заберу. Вот. Вошла генерация платьев. Так. Копировать изображение. И вставляю его вот сюда. Объект. Так. Обрезать. Лишнее уберу. Можно сразу генерировать в том формате, в котором вам нужно. Я просто вот подрезаю, чтобы у меня было вот три джемперочка. Сейчас мы их вот так вот подровняем. И это вот уже готовое предложение, с которым можно будет идти и что-то обсуждать. Вот давайте разработаем здесь разные вязаные джемпера. Здесь даже идеи этих вязаных джемперов есть, которые вы можете в дальнейшем применять. Так, с платьем, с трикотажным, что-то прям не заладилось у меня с трикотажным платьем. Тогда мы сейчас будем по-другому действовать. Это все тоже решаемо. А вот это пальто, которое она мне предлагала. Смотрите. И джемпера еще есть. Вот полный рост. Пальто. Пальто мне тоже не нравится. Так. Тогда что мы можем сделать по-другому? Например, вот здесь было, где мне понравилось достаточно интересное платье. Я беру, делаю принт-скрин, выбираю девчонку, выбираю кусок, который мне нужен, сохраняю его на рабочий стол. Ну, я через рабочий стол всегда работаю, хотя каждый раз его чищу, чтобы это не было. И теперь мы с вами даем команду, которая нам позволит написать запрос. Так. Вот. Describe называется программа. Вот сюда мы вставляем ту картинку, на которой у меня девочка вот в этом платье. И просим нейросеть нам самой описать, как она видит вот эту девочку, как она ее описывает, какие варианты дает. Она сейчас даст четыре варианта. Так. Girl dressed in coat standing in circular pumpkin, the style girl in orange coat and a sweater starting from the lots of pumpkin. Вот, смотрите, вот этот запрос я могу использовать. Вот. Девушка. Можно его брать прямо в чистую, но я понимаю, что он мне в чистую не нужен. И вот мы сейчас fashion sketch нарисуем. Fashion sketch. И посмотрим, что нам даст. В принципе, вы можете найти ту фотографию, которая для вас оптимальна, вплоть до того, чтобы попросить нейросеть описать то, что вам понравилось. Ну, вот, например, у нас была какая-то генерация, которая нам понравилась, а я ни одну не сохранила. Сейчас я сохраню. И после этого уже на эту генерацию добавить какой-то момент. Ну, вот, например, первая девушка, которая мне понравилась, да, я сейчас сохраню это изображение, чтобы оно у меня было. Вот. Потом вот сюда его перетаскиваю. Ну, если я понимаю, что это у меня проблема с промптом. Да, и прошу, ну, давай, пожалуйста, сделай мне на него. Вот, смотрите, она мне начала делать совершенно другие эскизы на тот промпт, который я ей давала. И вот сейчас мы вот по этому запросу от нее добьемся. Книтот адрес. То есть, как видите, я даже не полностью запрос копирую. Я копирую его кусками, вчитывая с него. Если вы не можете вчитываться, используйте, пожалуйста. Переводчик. Это нормально. И таким образом мы можем добиться, ну, как бы, лучшего изображения, если нам здесь нравится, не нравится. То есть, какой-то снуд это может быть, да, это может быть пальто. Вот у нас пошла другая генерация. Здесь просто пока милые штучки, не фэшн иллюстрация. Да, но уже что-то такое вот у нас ближе к тематике пошло от того, что мне нужно. Так, я думаю, что вот с этим запросом я могу поработать. И сейчас я его тоже видоизменю. Да, это тратит ресурс. Но это позволяет создавать красоту. Так, фэшнский. Я что-то вставила. Изолейтед я вот беру. Вот так вот. Беру кусочек. Фэшнский. Шотом-стайл. Лёпый. Вот так. И посмотрим. Смотрите, красивые какие иллюстрации. Красивые, но не эскиз. То есть здесь еще тонкость добиться от нейросети именно эскиза. Почему я сейчас ее продолжаю? Потому что, в принципе, все, что она мне генерирует, действительно в осенней гамме. Смотрите, какая-то интересная по дизайну штучка, которую вполне можно использовать. Но я хочу от нее добиться именно эскиза. И вот, по-моему, вот здесь сейчас у меня будет уже что-то похожее на то, что я хочу. Именно этот запрос придется размножить несколько раз для того, чтобы получить вариацию. Да. Вот. Именно с ним более-менее получилось. Смотрите, то, что я хотела. Вот, лук хороший. И я хочу вот этот запрос дать еще раз несколько нейросети, чтобы она с ним поработала. Для того, чтобы в дальнейшем его использовать. Так что множу несколько раз. А вот эту штучку я сейчас скопирую. Вот эту мне, пожалуйста, сделай. То есть вот образ с шортами мне понравился. И сейчас она мне на этой основе будет давать дальнейшее изображение. То есть вот у меня сделалась коллекция джемперов. Вот еще один у меня образ получился. Притом, смотрите, здесь девочки такие с косами все заплетенные. Потому что я говорила, что мне нужно заплетение. Здесь уже немножечко другое. По стилистике. Вот. Применяю. И смотрим. Вот это блинк-блынк. Это то, что у меня там сделалось. Смотрите, какие красивые эскизы пошли. То есть вот девочка пошла. Я подобрала запрос и все. И вот у меня теперь пошла та стилистика, которая мне нужна, которую бы я хотела. И вот смотрите, какое платье. Вот. Уже вот от этой давайте мы сделаем вариативность. На эту девочку мы дадим вариативность. Вот эта красивая, да. То есть шапка большая, объемная. Тоже давайте мы ее... Это у меня U3. Так, здесь у меня что красивое мне нравится. Вот это красиво тоже получается. Вот это вот интересно. Так, что здесь? Шапка тоже красивая, да. Мы можем предложить. Слово тыква я убрала из запроса, но мы можем его добавить. Соответственно, давайте вот так. Вот так. И добавим слово pumpkin. Вот смотрите, еще получился эскиз с разными платьишками. Юбочками, которые мы можем использовать, если нам понравилось, не понравилось. Дальше множить. Ну, например, мы вот этот эскиз заберем. Так, копирую. Вот здесь особо не обрежешь. Так, давайте эту я растяну на всю ширину. Здесь вот так. И здесь у нас будет три эскиза. Потом мы с вами еще соберем принты. И будет вот такой борт, с которым, в принципе, уже можно идти, который можно показывать. Естественно, эскизы будут от рисков дизайнер. Как бы здесь никаких иллюзий я не строю. Но это очень здорово помогает создавать стилевые направления и их прорабатывать. Вот смотрите, я добавила тыковку. И вот у меня барышни пошли с тыковкой. Что, в принципе, можно. Ну, понятное дело, да? Давайте мы попробуем сделать одну интересную штучку, которую я хотела вам показать. Если, например, у нас есть эскиз, который нам понравился. И эскиз, который потенциально имеет какую-то силу. И мы бы хотели, чтобы они, ну, скажем так, скрестились. Например, вот этот эскиз. Потому что там вроде как тыковка. И мне интересно. Что я сейчас сделаю? Я сейчас сохраню. Давайте посмотрим изображение. И единственный минус, я не смогу никак влиять на результат. Я смогу только ждать и надеяться на лучшее. Так, давайте сохраним вот это изображение как основу. Основа номер 1. И вот это изображение как основу номер 2. Вот, это у нас два изображения, с которыми мы будем работать. Что я теперь буду делать? Я напишу другую команду. Команда называется Blend. И сюда загружу вариации наших с вами изображений. Давайте попробуем скрестить вот это изображение вот с этим. И посмотреть, что нам предложит программа. Blend обычно занимает дольше по времени. И вот это изображение я хочу скрестить вот с этим изображением. Вот, и тоже посмотреть. Можно скрещивать до 6 изображений. Я записала полный курс по нейросетям. Если вам интересно, приходите. Мы там разбираем не только MidJourney. Мы там разбираем еще и Dali, и ChatGPT, и Leonardo, и StableDiffusion. В общем, там очень много нейросетей. И, соответственно, там все это есть. Так вот, то, что я сейчас сделала, это называется смешение двух изображений. И программа... Вот, единственный минус, нельзя никак контролировать, что она там в итоге выдаст. Но вы можете, например, смешать те изображения, которые для вас актуальны. Здесь не получилось. А вот здесь, по-моему, какие-то интересные вариации у нее проскользнули. Да, вот смотрите, вот очень неплохая вариация. Мы можем уже как бы с этим работать. Давайте я сейчас вытащу отсюда вот это изображение. Вот. Вот это. И мы разработаем принт. Программа MidJourney позволяет разрабатывать бесшовные фриты. Такая тоже новость для вас. Сейчас я запишу запрос, какой я хочу. Принт. Тыквы. Каштаны. Осенние листья на темном фоне. Вот. И вот такой хочу. Вот так. Давай мы его переведем на английский. Здесь есть маленькая хитрость, которую нужно знать, как использовать. Мы занимаем Imagine. После этого делаем два тире и нажимаем Tile. Это называется суффиксы дополнительной программы. И сейчас она мне создает бесшовный принт. Тем временем мы с вами соберем вот эту девочку сюда. И, естественно, надо еще и скидки на нее порисовать. Но уже понятно, что вот хотим такие джемпера. Вот у нас шорты вылезли. Но я могу написать, что сделаем из брюками. Это же уже от меня зависит. И, соответственно, сейчас мы это сделаем. Потому что меня спрашивают, а как использовать это в дизайне? Мне кажется, такое широкое применение, что хоть стой, хоть падай. Вот сейчас девчонку мы создали. И сейчас еще два принта создадим. И получается вот такое уже предложение по разработке. Ну, может быть, гамот кому-то не очень нравится. Но это уже будет от вас зависеть. Так, она мне мяукнула. Смотрите. С тыквами, с каштанчиками у меня получился принт. Ну, давайте скажем, например, я хочу вот этот. И могу еще какой-нибудь, например, сдать запрос. Если я понимаю, что у меня не очень совпало с тем, что я хочу. Вот. Осенние листья на темном фоне. Или можно еще задать, например, просто осенние листья. Даже без темного фона. Вот так. Сейчас уберем. И у меня программа сгенерируется сейчас еще. В чем плюс? Вот эта вот штука, она у нас создалась. И сейчас я вам покажу фокус, который у нас есть. Почему я так, мне очень это нравится. Потому что вы это реально можете использовать как принт. Ну, возможно, вот в эту гамму она у меня не очень вписывается. Да, я сейчас поэтому разрабатываю другие принты. А вы просто можете это взять. Сделать из этого раппорт. И раппорт будет бесшовным. Смотрите. То есть у меня программа создала бесшовный раппорт, который я могу в дальнейшем применять. Это вот плюс буквально. Вот на ваших глазах я специально ничего не ускоряю. Достаточно длинное видео получается. Но никакого ускорения. Вот смотрите, у меня создалась еще вариативность. И вот вполне приятные, интересные варианты, которые я могу использовать. И вот, например, я вот этот возьму. А здесь я еще создам. У меня там был фон dark. А я хочу сделать light. То есть один принт светлый, один принт свет. Один теплый, один светлый. Light. И этот принт тоже вот. Можно выбрать тот, который больше нравится. Это не вариация. Можно стилистику задать. То есть я же сейчас просто написала. Мы можем там задать в каком-нибудь там графическом стиле. В стиле карандашного наброска. И тогда он будет совершенно по-другому себя вести. Сейчас будет легенький. Вот смотрите. Еще один принт. Вот этот, да, больше подходит. И он точно так же у меня, как бесшовный принт, себя ведет. Вот видите. Вполне может быть там подкладка очень красивая, может быть, может быть блузка такая, может быть даже платье. Сюда сейчас светленький положим. И я считаю, что наше предложение будет вполне себе завершено. Как она там себя смеет. Вот. Вот смотрите. Вот эта вот штучка очень приятная получилась. Мы ее сейчас и заберем. Вот таким образом нейросеть участвует в разработке. И это только пример Меджорни. Поверьте мне, есть еще много других очень классных, очень интересных нейросетей, с которыми можно так работать. Вот. Второй принт. Ну и естественно, он тоже у нас может делать бесшовную заливку. И вот такое предложение мы сохраняем. И оно у нас готово для презентации. То, что мы хотим разрабатывать осеннюю коллекцию с вязанными джемперами. Вот там. Но если нам нужен принт. Если нет, то мы можем с вами, например, разработать не принт. Я вот вижу, что он немножечко инородный. Вязаные косы и узоры. То есть мы будем разрабатывать не принт, а мы будем разрабатывать вязание. Вязаные косы и узоры. Так. И давайте я задам это в Меджорни. И тоже попрошу, чтобы у меня это был бесшовный принт. Если красиво получится, то сделаем еще вариацию. То же самое. Но, по крайней мере, в Леонардо тоже, в Леонардо АИ, возможность разрабатывать бесшовные принты тоже есть. Вот. Поэтому, если вам интересно, чтобы я показала, как работать в Леонардо, обязательно мне напишите в комментариях. Я вам сделаю подробное видео. Так, а вот здесь, знаете, что я сейчас допишу? Лайд Колорс. Это работа с запросами. И мы можем показать, что мы разрабатываем не принты, которые будут отпечататься, а, например, какую-то вязку. Лайд. Колорс. Беж. Так. Потому что сейчас она мне цветные выдаст, а я бежевый задала. Вот. Ну и вот эти косые мы как раз сейчас положим. Ну, я думаю, что да, принты немножечко будут инородно смотреться. Но в силу того, что... Вот, смотрите, она прям показала переплетения, которые могут быть. Естественно, эта программа необычная на 100% как дизайнер по трикотажам. Там сейчас вообще красота будет, потому что я слово беж написала. Вот эта вот штучка классная будет. Вот эта тоже очень неплохо. Вот эта вот. Сейчас я эти два переплетения и свой борт включу. Мне кажется, это будет интересно. Вот, смотрите. Вот какая-то новая штучка какая-то. Ну, конечно, трикотажник вам скажет за это спасибо. Что за ерунду вы напридумывали? Но как бы как вариация попросить хорошего десенатора. Освежи мне, пожалуйста, такую штуку. Вы очень даже можете. Так, давайте я тогда помимо принтов, я вам показала, как с ними работать. Это действительно очень интересно. Но в нашем случае будет действительно актуальнее такая вязка. И я, наверное, хочу создать еще одну вариацию вязки, потому что бежевая очень хорошо подойдет. Но нам бы еще какую-нибудь вот оранжевую вязку сделать. И давайте мы ее сюда и создадим. То есть тоже не забывайте, пожалуйста, что все, что вы делаете, это должно отвечать художественному стилю. Не надо слепо на что-то полагаться. Вы должны все-таки следить. Любой нейросети, так же как иллюстратору, так же как и сапру, нужен тот, кто им будет управлять. Соответственно, это ваша задача. То есть вы не лапками все это делаете, а вы управляете. Думайте головой. Это даже тяжелее иногда, чем лапками делать. Оранж. Вот, потому что, ну, я, например, за собой иногда замечаю, что я могу сидеть и методично много рисунков делать. И для меня как отдых такой вот через руку. А вот когда нужно что-то делать, ты собираешься и начинаешь генерировать какие-то такие четкие вещи. Поэтому за этим обязательно следите. Вот, сейчас у нас будет какая-нибудь рыженькая такое переплетение. И как раз она у нас в борт очень хорошо войдет. Вот сюда. То есть, ну, бежевые джемпера. Ну, естественно, я могу по цвету это в фотошопе все поменять, все это поправить. Ну, просто как бы смысл. Вот, нужна какая-то такая рыжая. Может быть, даже серая. Соответственно, нужно несколько генераций. Ну, прям рыжая-рыжая она мне дала, конечно. Ну, вот, смотрите, какая-то такая вариация. Так, а давайте мы оранж. Я добавлю сейчас. Мне не очень понравилось то, что она сделала. Не оранж, а... Дарк, беж. И слово. Шоколад. Чуку. Ой. Или капучино можно добавить в цвет. То есть, у меня написано light color, свет, light цвета, темный, беж. То есть, можно вот light colors тоже менять. В зависимости от того, какая у вас потребность. Там, бордовый сделать. Тоже можно прям попробовать. И, в принципе, как вариации переплетений, которые могут быть, она выдает достаточно интересные штуки. Говорю вам, как ты котажник. Естественно, они не адаптированы. Естественно, их надо перерабатывать. Потому что, смотрите, какие сбои безумные. Да, но именно как впечатление от полотна можно использовать в работе. Именно как впечатление. Естественно, его надо дорабатывать. Вот здесь видно, что сбой. Но это можно все доработать. Зато на презентационном борде у вас будет красота. Вот так. Даже мы вот это сейчас отодвинем. Вот. И это все тоже у нас в бесшумную заливку ложится. То есть, когда мы будем рисовать эскизы в векторе, мы сможем это добавить и там использовать. Вот. Смотрите, какая-то шоколадочка такая. Вот такая какая-то интересная штучка вывезена. Можем это вполне себе внедрить. Показать, что нам вот так тоже можно. То есть, это идеи. Просто идеи. Ну, потом, конечно, садится дизайнер и суть технические эскизы. И все остальное. Вот. Можно так, можно так, так. Или вот так. Посмотреть. И вот у нас такое предложение сформировалось. Что-то мне не нравится. Мне не нравятся цвета, не нравятся. Можно, конечно, в фотошопе с ними там повозиться. Для того, чтобы скорректировать цвет того, что у нас тут загенерировано. Вот это сейчас еще раз. Еще раз. И убираю слово light. Orange и бордо. Последняя генерация. Если не получится, то тогда оставляю то, что есть. Потому что мне вот здесь вот немножечко, ну, не хватает какого-то цвета. Потому что, видите, здесь оранжевый, бордовый. Немножко не хватает. Это все у меня, естественно, просто для пробы. И мы можем оставить с вами как дополнение вот кусочки, например, вот смотрите, маленькие. То есть это могут быть подкладочки. Мы тоже можем дать по ним предложение. Внутренние подкладочки, внутренние кармашки. Это все очень красиво всегда смотрится. То есть мы можем вот так вот дать дополнение и сказать, что для того, чтобы прям сделать это все по-осеннему, мы вот предлагаем на внутряночку сделать вот такое красивое оформление. Так, смотрим, что у меня там сгенерилось. Вот, вот это уже красивее. Вот такая штука мне как раз идеально и подходит. Я ее и ждала. Сейчас мы ее возьмем и применим наш борд. И он у нас будет закончен. Вот, копировать изображение. Давайте вставим. Собралось все по гамме. Вот так. Я могу немножко потом это все подергать. Ну, можно просто осветлить, чтобы он не был таким ярким. Сейчас мы его туда белую бумажку подложим или рыженьку какую-нибудь. Вот он такой. Просто за счет прозрачности я сейчас ее долбанула. В идеале, конечно, там в фотошопе. Ну, чтобы не выпирала она на борде, на передний план. Вот. Вот так. И вот предложение по разработке. Потом садится дизайнер и начинает делать красоту. В принципе, можно нагенерить много вариантов джемперов, которые потом вы просто элементарно переведете в технические эскизы и отправитесь на производство. Вот так нейросети у нас используются в производстве одежды. Вот такую красоту можно получить. Жду ваши комментарии, как вы считаете, применительный инструмент или нет. Можно его использовать или нет. Кому интересно, приходите на полный курс по нейросетям. Я этому обучаю, рассказываю, разбираю все доступные нейросети, как платные, так и бесплатные. Ну и, соответственно, разбираем промпты, с которыми удобно работать. Все ссылочки оставлю под этим видео.